Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Темой сегодняшнего выпуска будет тема Большого Брата. Для тех, кто не в курсе, термин пошел после того, как свет увидела книжка Джорджа Орелла, 1984, про такой вымышленный тоталитарный строй Большого Брата, который надзирал за каждым человеком. На самом деле, кроме шуток, меня иногда поражают многие зрители моего канала и люди, которые мне пишут, прямо болтун находкой для шпиона. В чем проблема? Люди совершенно не отдают себе отчета и пишут в открытую, в паблик, во всякие разные конференции, в обсуждения, в форум Винского, говорим про USA, про другие блоги, где обсуждаются вопросы, связанные с переездом в США, в том числе и в другие страны. Прям такие вопросы. Как мне приехать в Америку? Как мне получить политическое убежище, если у меня вообще ничего нет? Совершенно такие дурацкие вопросы, которые, по большому счету, нормальный и вменяемый человек обычно при себе держат. Так вот, дорогие мои зрители, хочу вас предупредить, что все вот эти замечательные форумы и YouTube просматриваются регулярно всеми заинтересованными службами. Причем службами, как со стороны той страны, куда вы планируете приехать, в том числе американские службы, которые занимаются проверкой благонадежности. Так и очень активно в последнее время российские спецслужбы тоже начали уделять пристальное внимание вот этим форумам, обсуждениям людям, которые там пишут. И это порой приводит к очень печальным последствиям. То есть, если вы вступаете в переписку с людьми, которых вы не знаете, переписка может быть как на английском языке, так и на русском. Порой, собственно говоря, переписка это даже на русском языке идет и в соцсетях и так далее. Будьте готовы к тому, что может сложиться так, что вы приедете в Америку, подойдите на беженство, а потом на собеседовании офицер, который будет у вас брать интервью, вдруг скажет, а я вас, товарищ, знаю. Мы с вами вот как-то вот дальше в фейсбуке переписывались. Вот. Это вполне вероятное событие. Тем более, что у меня есть фактическое подтверждение этому. Как-то вот общался с людьми, которые поделились вот такой информацией. И какие я могу дать по этому поводу жизненные советы. Не рекомендации, это просто вот, просто советы блогера, такие досужие советы. Если у вас есть какие-то вопросы, связанные с переездом в США, вы эти вопросы держите при себе и старайтесь меньше эти вопросы с посторонними людьми обсуждать. А уж тем более вступать с людьми, которых вы лично не знаете, в какие-либо переписки, отвечать на e-mail, если какие-то люди вам предлагают навязчиво свои услуги. Вот. То есть вы этих людей не знаете и лично вы их никогда не видели. Даже если вы их увидели там случайно где-то там пару-тройку минут в разговоре скайпа там или вайбер, это вообще ни о чем не говорит. То есть если вы в этом человеке не уверены, если вот человека не знаете, старайтесь на такого рода контакт не идти. И очень осторожно свои вопросы размещайте для общественного доступа, так чтобы как можно меньше было вашей какой-то личной персональной информацией. Потому что, еще раз говорю, что сейчас такие рода посты просматриваются и со стороны США и очень активно со стороны российских спецслужб. Причем совершенно разные российские службы. Это ФСБ и Минобороны и все что угодно. Буквально далеко ходить не надо. Вот пару недель назад мой один из зрителей как раз поделился такой информацией со мной. Вот. То есть серьезно говорю, ребят, все очень сейчас непросто в этой жизни. Тем более, что как в России начали закручивать гайки национальных предателях и так далее и тому подобное. Все кроме шуток. Россия идет таким бодрым темпом к СССР версия 2.0 а-ля Северной Кореи. И с этим все больше и больше гаечки будут закручиваться и, соответственно, неблагонадежная часть населения будет выявляться и браться на карандаш. Вот. Ну а дальше власти сами решат, что они с этой неблагонадежной частью населения будут делать, соответственно. Вот. Так что, вот такого рода информация. Вы можете опять же к ней прислушаться, можете ее проигнорировать. Вот. Ну опять же, ожидаю услышать огромное количество всяких разных ваших мнений по этому поводу, но вам хочу пожелать всего самого наилучшего. Скоро вот будет май месяц, кто подавался на грин карту, соответственно. Хочу пожелать выигрыш. Кстати говоря, тоже вот тут зритель один написал мне, буквально, то ли в прошлом, то ли в позапрошлом видео, в обсуждении. Пришел на собеседный товарищ. Кажется, консульство в Москве было. И его, этот сотрудник консульства, возьми да и спроси, а вы на грин карту-то подавали документы на розыгрыш? Он сказал, да, я подавал, вот играл. Он говорит, ну, сори, я вам вынужден в визе отказать. Вот. Так что, даже вот так вот сейчас. Очень все непонятно после прихода Трампа, и гаишки будут очень серьезно закручиваться. Вот. Хорошего дня и всего самого наилучшего. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok